Проект договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза в эти минуты обсуждают на совещании у главы государства. Новый документ включает 16 международных соглашений. При его составлении учитывались в том числе мнения бизнес-ассоциаций и научного сообщества. В процессе полторы тысячи правок внесли участники евразийской интеграции. Александр Лукашенко отметил, что до принятия им окончательного решения от Беларуси документ должен быть выверен в правительстве, министерствах и обл. исполкомах. В первую очередь глава государства потребовал обеспечить соблюдение национальных интересов Беларуси. Наша страна экспортоориентированная. Мало того, мы не только экспортируем, но очень много порой завозим в страну. Таможенный кодекс – это как раз тот документ, который прежде всего регулирует эти отношения. Мы всегда говорим, что экспорт для нас жизненно важен. Он приносит в страну валюту и обеспечивает жизнь наших людей. Поэтому этот документ должен быть абсолютно выверенным. И после вступления в силу документа ни один гражданин Беларуси, и я в том числе, не должны задать вопрос правительству, которое вырабатывали прежде всего и согласовывали этот документ, задать вопрос, что же мы имеем на самом деле и почему стало где-то хуже, чем было. То есть таможенный кодекс – это документ, который мы принимаем, каким бы он ни был компромиссным, я не исключаю, что где-то возможны компромиссы. Но ухудшать ту ситуацию экономическую, социально-экономическую, которая существует в Беларуси, нам ни в коем случае нельзя. Все должно быть продумано, выверено в министерствах, ведомствах, в обл. исполкомах, если нужно, в горы исполкомах, райисполкомах, привлечь всех специалистов, вплоть до оппозиционных, как мы их сейчас называем, мыслящих, довести до них эти положения, до граждан нашей страны немедленно, чтобы они могли отреагировать и сказать, что нам выгодно, а что нет. Договор о таможенном кодексе ЕС планируется подписать на саммите Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря в Санкт-Петербурге. Подробности о совещании у главы государства в наших следующих выпусках. Продолжение следует...